всем привет вы на канале тактик медиа с вами архивная революция я михаил тимин и сегодня у нас в гостях военный историк кандидат исторических наук алексей валерий чесаев алексей валерьевич приветствую приветствую отвлеклись мы давно уже не говорили до 43 год да надо возвращаться в 43 год мы рассказывали и о депрессивных вещах которые происходили в южном секторе сегодня начнем повествование о боях под смоленском смоленская наступательная операция известная в череде операции названных по полководцем полководцем это операция суворов наименование традиционная и надо сказать что были даже вариации суворов-1 суворов-2 и вообще начинать следует с того что планирование советского наступления на смоленска но конечно же имеет очень долгую историю предполагалось выйти к смоленскую в первую военную зиму и вообще говоря смоленск конечно долго ждал освобождения пытались прорваться и действительно перерезать основную коммуникацию группы армии центр в несколько приемов к сожалению добиться успеха не удавалось и в первую военную зиму вторую военную зиму когда попытались наступать опять же на смоленском направлении в том числе привлекая войска переброшены из-под сталинграда то есть 62 армия например в целом донской фронт немцы опять же как мы рассказывали провели операцию буфель у нас есть отдельный ролик про мартовские бои 1943 года когда немецкие войска отошли с жесткого выступа и отошли на позицию в основании этого выступа операция носила имя буфель но и на самом деле линия тоже иногда проходит документах как буфель немцы имели возможность выбирать начертание переднего края это линия была как на самом деле многие линии заранее размечена действительно выбрали удачные с точки зрения местности высоты подступы к этим высотам когда смотришь в оперативных документах когда есть река высоты и еще пойма рек заболочена и на этом рубеже выстроен один из опорных пунктов немцев естественно штурмовать эти позиции пытались еще зимой то есть на рубеже марта-апреля предпринимается несколько попыток атаковать немцев отошедших на рубеж естественно поскольку 9 армия перешла на северный фас образующийся курска дуги эту линию приняла на себя 4 армия и попытки стронуть оборону который вроде бы несколько ослаблена они предпринимались но об этом я тоже все время говорил когда мы выпускали ролик про буфель но целом надо сказать что данный рубеж в основании ржевского выступа на который вышли войска калининского и западного фронта он готовился к обороне в течение четырех месяцев это не самый долгий протяженный период времени на подготовку оборонительных рубежей причем в ходе смоленской операции надо сказать атаковали и более серьезные позиции которые готовились немцами еще с 1942 года это район города киров там предпринималась операция в рамках общего оркестра суворова 10 армии и вот там нужно было прорывать оборону которая держалась еще с времен первой зимней кампании с начала 42 года и на ее подготовку имелось прямо скажем очень много времени самое главное даже не время подготовки обороны а те войска которые ее занимают конечно элементарно плотность это оборона то есть сколько можно посадить войск в эти оборонительные позиции даже может быть не очень хорошие позиции они спокойно могут обороняться при хорошей плотности хорошо накачанных пехотных дивизиях и что здесь можно сказать есть западные публикации по этой теме смоленской операции и такой человек по фамилии форжик он выдвинул то есть которым я на самом деле согласен о том что группа армии центр никогда полностью не восстановилась в плане артиллерии от катастроф который она пережила зимой сорок первых вторых годов когда группа армии центр откатилась от москвы побросала кучу артиллерии и восполнить эти потери так и не получилось несмотря на то что до группа армии центр успешно оборонялась жестком выступе оборонялась она у какой-нибудь зайцевой горы условно это тоже было но на самом деле комплектность артиллерии группа армии центр находилась народе 77 процентов нельзя сказать что немецкая артиллерия была в том качестве в котором она находилась в момент когда немцы шли на москву на этом же направлении здесь же под смоленском кроме того то пополнение которое пришло после зимних боев сорок первых вторых годов там были и многочисленные трофея чешские орудия разнобойки артиллерийских систем в том числе было износ на самом деле это тоже играла свою роль поэтому устойчивость обороны она находилась под большим вопросом еще один момент который важен в контексте сравнений потому что она сравнение будет неизбежно когда мы сравниваем смоленск и ржев смоленскую операцию именно август сентябрь 43 года и год назад наступление того же самого западного фронта под джевом кстати одна из армии 31 она участвовала там и там помимо этого к операцию это чуть-чуть забегая вперед привлекалась 10 гордейская армия которая бывшая 16 то моменту конечно же не командовал не рокоссовский который успел уйти на фронт еще в сорок втором году но тем менее армия вошла в гвардию в том числе благодаря константин константиновичу это была та гвардейская армия которая должна была стать одним из таранов будущего наступления естественно подготовка наступать на операции началась еще весной 43 года вообще когда мы рассматриваем любые наступать на операции в том числе румянцев кутузов наступление на миус фронте везде корни всех планов они уходят в весну но разумеется весной все было гораздо более может быть радужные представления о том что будет в распоряжении тех войск которые пойдут наступление в частности относительно смоленска нельзя не сказать следующее западному фронту на самом деле так скажем западному калининскому то что расклад конкретный зависел уже от того как пойдут дела была обещана 4 танковая армия люди знакомые с историей скажет операция кутузов там там же было четвертом к совершенно верно вы абсолютно правы но обещано 4 танковая армия первоначально было соколовскому который возглавлял западный фронт может сказать больше василь даниил чего соколовскому наобещали просто горы и реки да и с кисельными берегами ему было обещано 11 армия которая пошла куда в кутузов она пошла ему был обещан еще 5 танковый корпус который тоже в итоге ушел на юг и в итоге незадолго до того как должна была начаться операция под смоленском в штабе фронта раздается звонок и поднимая трубочку сначала василь данилович а потом и андрей иванович еременко на калининском фронте услышали знакомый голос грузинским акцентом и сказали ему здравствуйте товарищ иванов лично товарищ сталин который на самом деле на фронт не ездил но строго говоря хотя он был находил статусе верховного главнокомандующего но такой острой необходимости кататься по фронтам учитывая опять же элементарную простую вещь что у него были представители ставки острой необходимости кататься по фронтам у него не было и конкретно на западном фронте калининском кто у него был представителем ставки у него был никто иной как у воронов у него был человек который мог ним приехать и все рассказать но тем не менее то есть сталин звонит чтобы фронтов и сначала на западный фронт он съездил в район юхнова потом съездил и вот тут обычно говорят сталин ездил на фронт под ржев действительно поезд проходил под ржев но реально это была поездка в штаб калининского фронта и довольно подробно излагает в своих мемуарах бреван черенка неизвестно может быть опять же кто-то из читателей встречал может быть какую-то статью впечатления соколовского визите сталина я честно скажу не встречал может быть в каком-то вижу в 50 каком-то году хотя нет когда 20 из партии вряд ли васильда не чтобы такое вспоминать приезжают и уточняют а как у вас идут дела как идет подготовка ну понятно что когда у людей отобрали там 4 танку армия танковый корпус там одно второе третье то есть длинного списка этих обещанных плюшек там остается там 68 армия который был очень переданы резервы ставки некие там артиллерийские части то есть прежде всего это артиллерийский корпус прорыва который был главным да вот что с ним сделали сейчас расскажу то есть тут люди подошли к делу творческие естественно еще с ремч интересался насколько все готово он реально по крайне мере вы по впечатлению которое сложилось у еременко беспокоился о ходе операции поскольку действительно обороны держали немцы никаких румын обороны в том числе долго стоявшая по тем же кировом ее нужно было ломать всерьез и уверенности в том что все получится мягко говоря не было к тому же дело было еще и в том что помимо таких банальных вещей как соединение объединения два фронта были обделены на момент начала операции они были обделены боеприпасами забегая вперед надо будет сказать что они действительно раз вы израсходовали в итоге много но вот на начало августа 43 года боеприпасы все выкачал во-первых действие того же самого западного фронта его левого крыла в ходе операции кутузов ну и вообще в целом южный сектор то есть он тоже выкачивал ресурсы и боекомплекты поэтому на момент начала операции это четко идет в документах которые были подготовлены по итогам там два с половиной 28 боекомплекта по крупным калибрам то есть 122 и выше это прямо скажем не предел мечтаний обычно начинали наступать на операции все же при уровне накопленного боекомплекта три боекомплекта даже под ржевом 42 когда понятно промышленность боеприпасов было в не лучшем состоянии но тем менее 3 быка у под харькова в мае и под живым они были как минимум то есть этот рубеж был перейдем под смоленском он перейдем не был называется воодушевив своим присутствием чтобы двух фронтов здесь веселье он дал чтобы кажется что называется что могу что могу это был 6 гвардейский кавалерийский корпус который был выведен в резерв еще весной по итогам боев под харьковом конечно он был хорошо укомплектован там примерно по пять с половиной тысяч человек на кав дивизию две гвардейские дивизия на не гвардейская правда это не гвардейская прислана была с дальваса и было не обстреляны но помимо этого имелось примерно сотня танков тут 34 в управлении корпуса были т-60 наши любимцы они бы они охраняли штаб-корпус это важнейшая задача была тем не менее подарочек был которому конечно зубок они не смотрят дареному на подарок был так себя то есть его как бы четвертым в армию даже гвардейский кокорс но ни разу не заменил да ну дали еще пятыми корпус ну это опять же все же было так скажем не вполне укладывалось в самый по себе амбициозный план а теперь про амбициозный план что предполагалось сделать предполагалось использовать выступ в районе спас деменская на рословольском направлении то есть в направлении в общем направлении на рословоль должен был наступать западный фронт и небольшой выступ его предполагалось срезать одна ударная группировка соответственно 10 гвардейская 33 армия во втором эшелоне 68 била в общем направлении на рословоль от кирова бьет 10 обычная армия и намечается окружение если дела идут хорошо если удается фронт противника прорвать то уходит удар следующие в развитии следует в тыл противника перед брянским фронтом она это была вполне такая жизненная идея если не получается продвинуться в направлении на рословоль то поворачивать на север и пытаться соединиться с калининским фронтом так скажем в общем направлении на смоленск не прям вот стрелочки рисовали прям сходящиеся на смоленске все было несколько попроще то есть пока заранее не знали как она сложится потому что главным вопросом был конечно прорыв на главном направлении и главная группировка западного фронта она должна была прорывать фронт 16 километров на каждую дивизию по два-три километра довольно хороший показатель при численности соединений где-то 7-8 тысяч человек потому что за весну за лето подтянули численность стрелковых дивизий подтянули опять же имея артиллерийскую группировку достаточно многочисленную то есть в общем в общем и целом привлекалось почти 5000 орудий минометов 76 миллиметров и выше ну понятно что это вроде бы не так много особенность вспомнить что там 76 пушек было просто много но тем не менее группировка была собрана прилично больше 100 стволов на километр это не удар под киевом и не 300 километра 300 стволов на километр но проблема была немного другая уже далеко после войны в исследовании написанном для будущих командиров красной армии уже советской армии командовавших 32 года второй танковой армии мой тезка алексей родиенский в закрытом учебнике для академии раскритиковал план смоленской операции и он говорил о том что то что напланировали в штабе соколовского ну в общем то было не самый хороший идеи реально получалось главная ударная группировка 16 километров вспомогательная группировка 31 армии 8 километров вспомогательная группировка 5 армии 11 километров 10 армия на кировском направлении еще 7 километров в итоге у нас имеется четыре участка где мы прорываем фронт абсолютно то же самое не надо думать что это только василий данилович такой был у еременко примерно такое же решение когда есть главная группировка две вспомогательные я это называю долгое эхо брусиловского прорыва ну как бы это его очень активно пиарили и даже в недавно человек по фамилии начиная с буквы за свое как говорится интервью помянул книгу издание 41 года где там собственно рассказывался прорыве обороны всяческие однохваливался брусиловский прорыв это было с одной стороны конечно идея хорошая но имея несколько вспомогательных группировок мы распыляем силы и вот теперь самое время вспомнить про переданную василь даниил ческаловскому артиллерию в лице целого артиллерийского корпуса прорыв да что делает но на самом деле это не может не лично васильда не очень понятно что делалось с его прямых указаний команду артиллерии фронта генерал камера или наверное камера все же если что поправьте в комментариях виде фамилии только написаны трудно сказать как стоять с ударения и артиллерийского корпуса прорыва вот так вот разрывается пополам одна дивизия ставится поддерживать главную ударную группировку вторая дивизия ставится на участок 5 армия которая до должна пробивать 11 километров фронта наносить вспомогательный удар соответственно товарищ радиевский разумно говорит о том что вот при имевшийся о командование группировки артиллерии если посчитать по стволам то реально если бы выбрать один участок то там можно было догнать плотность артиллерийскую до 165 200 орудий в этом случае прорыв он но не то чтобы конечно гарантировался но его вероятность была существенно выше и более того стоило прорываться может быть на стыке двух фронтов наносить удар к вид с плечом плечу с соседом и тем самым ну вот опять же он говорит калининский фронт мог избрать только один участок прорыва шириной около 8 максимум 10 километров и меньше отвлекать и и артиллерию для подавления цель на флангах и и их число сократилось что 6 до 2 и можно было бы вполне при имеющейся группировки сделать более красивое решение и надо сказать что радиевский он был человеком таким очень умным и где даже ехидным не он на как бы открыл воспоминания воронова не сказал что своих воспоминаниях он воронов пишет что его тревожила мысль о том что уже в самом замысле операции есть существенные просчеты видимо ставка имел цель вынудить противно рассредоточить внимание силы средств удержать оператив ну как обычно вот эти вот сказки про сковывания на самом деле никакого сковывания не планируется планируется нормальное наступление там на брянск на смоленск как оно получится сковывание как всегда придумали одним числом тем не менее опять же цитирует радиевский абсолютно честно осылаясь простою ссылочку что сложный замысел операции на западном фронте не имел под собой прочной почвы но это было бы пол беды потому что вот это вот разрывание пополам артиллерийского корпуса который вообще говоря по уму надо было стоять на одном направлении для того и придумали корпуса чтобы использовать на одном понятно что в какой-то критической ситуации как они там вот оборонительная операция под киевом когда идет оборона могли бросать поочередно там артиллерийской дивизии то старались все же корпусным управлением артиллерийской мне пренебрегать то есть иметь вот эту вот схему управление которое позволяет оркестровать действие артиллерии более продуманной концентрирована но это пол беды все телодвижения которые были до этого они на самом деле немцев насторожение причем западный фронт но как это опять же принято было делать проводил маскировочную операцию с показом ложного сосредоточения войск полосе 50 армии там на своем крайне левом фланге то есть вот здесь мы говорим тут мы готовимся тут мы что называется вот мы сейчас как уже но это было сделано недостаточно убедительно имитация подготовки малыми силами без контроля результата воздействия на противника это имело обратный эффект удивительно да потому что что подумали немцы нас хотят убедить что собираются наступать вот тут о чем это говорит о том что они будут наступать чтобы наступать на операции на этом на смоленском направлении будет не соответственно командующий группа армии центр клюге прикинул что есть как это опять же велась и активная разведка четвертая на которых когда команду не смеет хенрица тоже вела свою разведку и они вычислили в принципе направлению дара и соответственно за еще до того как товарищ сталин поехал на фронт 28 июля 43 года в бюллетене оценки обстановки на советской германском фронте то есть в принципе написано в берлине был написан на участках группы армии центр многие признаки свидетельствуют о продолжающейся подготовки к наступлению противника с ограниченной целью единственно что с ограниченной целью росла вальсмоленск витебс но так себя конечно ограниченная цель целых смоленсками до витебска дайте но и там задели такая вот может быть это косяк перевода задержание сию групп армии центр но это можно по-разному интерпретировать но обнаружив подготовку смоленской операции немцы с 1 по 10 августа в том к тому моменту они уже отходили на линию хаген то есть 20 на самом деле 28 июля на совещании ставки фюрера понимаете решение отходить отходит на линию хаген в основании орловской дуги высвобождаются силы эти силы частично отправляются на юг отбиваться от южного юго-западного отражать румянцев но имелось имели силы которые задействовали для того чтобы подпереть подкрепить оборону группа армии центр на смоленском направлении и туда уезжают 266 пехот на 25 моторизованная часть 18 моторизован 18 танковая дальше 2 9 танковая 36 56 262 пехотный девиз 9 танку 9 танка потом правду едет на донбасс но это будет уже потом факт остается фактом что все те силы на которые рассчитывал фронт в отношении именно противника сколько будет войску противника они оказываются недооцененными но невзирая на это конечно не все было хорошо и у немцев здесь надо понимать что отвлечение крупных сил на проведение цитадели привело к тому что дивизии некоторые занимали фронтом по 30 километров понять что немецкая пехотная дивизия там она была достаточно крепкого в том числе в артиллерийском отношении там со средствами усиления но 30 метров и 30 километров при этом в отличие от ржева и уже в широком смысле ржев это и августовский ржев и марс совершенно недостаточно танковых средств потому что все танки которые должны были находиться в полосе группы армии центр они естественно ушли на цитадель до ушли на цитадель итог еще возвращались при этом была у немцев такая вещь как восстановление соединений которые были потеряны под сталинградом среди тех соединений группа армии центр которые стояли на пути советского наступления была дивизия с номером 113 я тогда посмотрел сразу опа старая знакомая нифига на конечно старая знакомая она была убита под сталинградом но это было соединение из числа восстанавливаем точно так же как не восстанавливают там 14 танков 16 танку которые там сгинули под сталинградом это было фактически новое соединение которая собиралась заново и прибыла на фронт незадолго до намеченного красной армии наступления главная проблема которая существовала у 113 пехотной дивизии которая стояла но к сожалению стояла она на вспомогательном направлении если бы она стояла на главном направлении тогда был бы бинга а так сожалению не так все было хорошо она стояла на направлении наступления пятой армии но большая часть личного состава была перед нами на звездов понятно что качество личного состава было очень так себе но тем не менее там идея вычислили примерно опять же немцы нас дать все же должное оперативная маскировка она хоть она велась может быть недостаточно хорошо но прям вот точного определения часто под которым ударят не было и это конечно затрудняло немцам подготовку и здесь они не могли может быть так как это было случае какой-то марса он довольно точно определить кто чего конечно группа армии центр владала не лучшими пехотными частями опять же все же лучше попытались задействовать на наступательных операциях численность с именно пехотных дивизий потому что подвижные соединения все ушли на цитадель был колебал где-то 9 до 16 тысяч это на самом деле конечно много но это мог много по меркам советских стрелковых дивизий большая часть пехотных батальонов насчитывал среднем 375 человек то есть в принципе это 45 процентов численности которая полагалась по штату ну да не весь прям что да это не бог ведь что это все давало конечно определенные шансы на то что все получится конечно группа армии центр который сидел в обороне не получала никаких амбициозных задач и и обделяли новым оружием соответственно мг-42 который испытывался по сталинградом и в изобилии поступал в новое соединение было всего там 17 процентов от пулеметов которые имелись в группы армии центр но это понятно что это не так прям критично влиял на и просто показатель того что доставалось группа армии центр это все же не та сила которая шла на москву на уровне армии 4 было страшное такое подразделение как истребительный противотанковый батальон 561 вооруженный чудо оружием чудо оружием коническим стволом пак 41 то есть это опять же это вы же это монстры которые выжили 42 года но для лета 43 года это был мягко говоря не подарок в целом потому что при том что перевооружались на самоходке и только в сентябре им сказали ну чудо оружие это конечно круто но вот вы получите свои мардеры и не горюйте и не плачьте главной противотанковой силой которая имелась 4 армии это было три дивизиона штурмовых орудий 60 машин не все к сожалению точно разблюдовки нет но какое-то количество было с коротким стволами неизвестно просто поминается что они короткие при этом я вам сказал что начали перебрасывать те силы которые освобождались у модуля модуль обладал скверным характером и своему можно сказать бывшему шефу ну и на самом деле строго говоря он являлся подчиненным клюге ну и в принципе длительное время осталось починить лига но когда ему сказали отдай что-нибудь чтобы мы могли контрударно носить он отдал самый худший то есть он отдал дивизии находившись в наихудшем состоянии после того как они убивались долго убивались и в цитадели и потом отбивали кутузов в общем прямо скажем не подарки он отправил своему соседу потому что нашему брату до старшему брату но и но это как же называется тем самым он работал на советской командой эффекта был такой смешанное тут всего потому что ну конечно очень плохо было то что вскрыли операцию вот реально это было очень плохо поскольку боевая группа второй танковой дизе пошла в бы чуть не на второй день то есть в принципе вот этот вот расчет на то что на проломим обороны ура вперед не оправдался поскольку начали задыкать уже с первого момента на что по авиации все на дня несколько слов сказать это как не мой коник конечно военно-воздушные силы но сказать надо просто для понимания порядка проблемы величина значит в полосе суворова действовал что воздушный флот и здесь немцы могли задействовать 350 самолетов пожалуй самой серьезной силы которая имелась в шестом воздушном флоте барона фон грайма это были три группы 51 гешвадера эскадры на фоке вольфах и 109 соответственно это было достаточно серьезная сила которая фоке вольф имеется ввиду который могли выбивать практически любой советский ударный самолет помимо этого имелись группы бомбардировщиков оценивались так что они могут выполнять до 350 вылета в день не конечно при численности воздушной армии первой воздушной армии около 1000 машин все же надо понимать что воздушной армии там по две тысячи по три тысячи машин это сорок пятый год ну или даже 44 и конечно так здорово воевать как с трехтысячной 16 воздушной армии день под берлином под смоленском в августе 43 нет нельзя поэтому здесь приходилось выкручиваться тем что есть и что касается нашей авиации что стоит сказать первая воздушная армия по состоянии на 1 августа 43 года имела 906 исправных самолетов 216 неисправных 3 воздушная армия калининского фронта 340 исправно 181 неисправно при этом главной ударной силы все же были штурмовики которые было 194 машины из четырехсот шестидесяти восьми бомбардировщиков ночных было 364 то есть имелось на самом деле всего около сотни до не наценных ударов самолёна до полноценных ударных самолёна 200 штурмовиков да это прямо скажем не предел мечтаний и тут интересный пункт это количество разведчиков корректировщиков которых смело всего 17 но один полк из 1000 как обычно в тот момент в тот период просто нигде не был по-другому на воздушную армию один полк да двухскадрильный причем какой-то имел последствия основным источником разведывательных данных были допросы военнопленных конечно военнопленные пели про то что в германии выгребают всем об ресурсы они естественно говорили что они поляки что они чехи что они водители повара до примерно в таком духе что никакого энтузиазма нету что там мораль упала конечно может быть мораль то упала но та система обороны которая была выстроена она была вскрыта очень примерно именно ввиду того что вот сплошного фотографирование выявлений всего что есть его не было что не увидели огромная проблема которая проявилась именно тогда под смоленском называлась краб это не польская сау причем да это не польская сау это на самом деле и идея такая со своими безусловными минусами машин гевер панцернест если такое именовать как она там проходит это стальная коробка летая в основном летая брони почему в лобовой части там чуть не 80 миллиметров с движным пачку мы в картиночку поставим обязательно которая обеспечивал укрытие пулеметному расчету главная проблема этих крабов было то что они не читались со снимков соответственно это была новинка и в том числе поэтому они не читались на авто снимках даже те которые были и по итогам там уже первых дней на воронов без энтузиазма писал что оборонительные позиции противника оказали хорошо подготовлены побили препятствий траншей ходов сообщений которых сидели поляки там повара и прочее на сегодня обнаружен один опорный пункт противника по фронту 500 метров он имеет кроме траншей окопов 6 броневых пулеметных точек глубоко врытых землю хорошо замаскированных это понятно что такие вещи они стали крайне неприятным сюрпризом до частичных накрывали просто даже работая по площадям опять же по итогам операции уже писали о том что частично они были подавлены даже не знаю бы существование просто потому что накрывали опорный пункт накидывали сколько-то снарядов на гектар эффект был не ноль но прям вот результат результат от этого не получился и как раз таки вот это опора на допросы пленных она сыграла злую шутку потому что пленные понятно что те кто попадали под захватывались разведгруппами или там сами сдавались они рассказывали очень разным конечно справедливости ради надо сказать что были уже потом мы захвачены документы из таких из любопытных вещей по документам которые проходят в фронт писал отчет назвал это спас деменской кировской операции то есть слов суворов она присутствовала но не в отчетах по горячим следам писали о том что были опорные пункты и командир опорного пункта письменно давал обязательства подписывал о том что и буду удерживать пункт до последней возможности и никуда не отступать еще кстати новинка когда начинала оборона сыпаться немцы уже по опыту предыдущих боев офицеры предпочитали отводить тех кто не потерял самообладание выстраивать линии обороны а потом на нее уже собирать потому что попытки ловить на ходу и может быть кого-то там что называется расстреливать на поле боя опять же по показаниям пленных ну и в целом анализы того что рассказывали в том числе уже нормальной пленной захвачены в процессе операции это не работало поэтому предпочитали отходить с таким костяком который способен был сражаться занимаясь следующей линии и на ней уже всех принимать кому-то давать как говорится по голове кому-то сажать в окоп то есть такой торс унес но наступает сначала 6 августа 1943 года пытаются прощупать оборону можно сказать разведка боем она показывает что немцы сидят крепко причем уже под смоленском немцы пытались применять схему с отскоком из передовой траншеи она пока ходила пешком под стол но тем менее отмечали что но это уже когда началось большое наступление что с первой позиции стоял с трех траншей оставляли передовой траншеи минимум наблюдателей и затем быстро отходили во вторую а по первой траншеи в которую врывались штурмующие работал артиллерия но это пока был я бы так сказал такая личинка отскоков гаупт кампфлайн то есть это все реально пошло работать все же в сорок четвертом это пока были такие спорадические попытки и кроме того была проблема с вот этим передовым траншеями то что там надо было все же держать какой-то фронт и группами солдат потому что когда солдат сидит один его как говорится разведгруппа наша вяжет и утаскивать с собой наверное был еще соблазна свалить вообще с дацией рассказать про то что был поваром и этим самым и полякам минные поля достаточно развиты опять же все потом подтвердилось картами они были в том числе и между позициями для того чтобы контролю чтобы их не разминировали советские наступающие группировки предполагала что они будут поддерживаться танков непосредственно поддержки пехоты поэтому конечно разминирование было вполне актуально в ночь в ночами перед операции снимали свои мины потом сняли на тех позиции которые были доступны и на противника и наконец 7 августа 1943 года начинается наступление западного фронта потому что первым наступал западный фронт идет мощнейший конечно артиллерийский удар потому что постарались вложить в него всю силу которую опять же имею в рамках имеющегося боекомплекта но продвижение идет только на 4 километра то есть на самом деле вот такой вот удар и рывок сразу на большую глубину который позволяет ввести резервы то что предполагалось довольно хитрая схема танковой армии нет есть 68 армия обычной стрелковой дивизии и фактически было три шелона то есть первый шелон прорвать фронт за ним идет пехота которая добивает оборону и уже за ней проталкивается 5 мих корпус и кавалерийский корпус который на который были большие надежды потом расскажем что с ним случилось потому что его таки попытались протолкать в прорыв но это будет такая история очень противоречивая прямо скажем но тем не менее операция начинается за первый день в первую воздушную армию делает тысячу вылет но это в два раза меньше чем было запланировано идет ссылка на плохую погоду но скорее всего это была погода надо аэродромами потому что с другой части немцы на погоду не жалуются они работали в том числе штуками причем опять же обстановка хоть и медленно но верно она менялась в воздухе и штуки стали использовать в сумерках для того чтобы ударить по занявшими какие-то позиции закрепившись им советским войскам уже после заката солнца это позволяло избежать перехвата истребителями потому что истребители патрулировали в основном конечно светлое время суток и потом пошли жалобы давайте нам каких-нибудь истребителей с опытом ночных полетов чтобы они могли перехватывать бомбардировщики которые работают том числе ночью но тем не менее то что немцы работали в условиях нормальной погоды на своими аэродромами позволяло им воздействовать на ударную авиацию на штурмовики которые без того немногочисленные конечно не могли разнести в пух и прах немецкоборону по итогам первого дня то есть наступали 10 гвардейская армия и 33 армия который к тому моменту команду уже гордов это было такой вот его на самом деле путь не не очень веселый то есть он пошел наступление в августе 43 года и так и билла все на самом деле сдвиг то пошел и все же удалось продвинуться в конце концов до района и смолен взяли вышли в район оршина в итоге он был снят с командования и я даже так сказал со скандалом и с расследованием комиссии какого но на тот момент был на хорошем счету в августе сорок третьего года считался перспективным командующим и армия наступая опять же в эшелонированном построении что стоит отметить несмотря на всякие приказы товарища сталина номер 306 о том что эшелонироваться не надо реальный эшелонировались и это был такой ну не то что прям неуважение к верховному просто всем быстро стало понятно что отсутствие шелонирования на не работает а генерал покровский начальник штаба фронта он в общем был человеком грамотным понимающим участвовавшим еще в сорок первом году боях за смоленск его было тяжело напугать всякими там приказами наркома обороны и прочим поэтому такое как бы ползучие неповиновение но было и потом спустя много месяцев покровский подробно расписал что я эшелонировал потому что обеспечивает прорыв оборона эшелонное построение потому что кто несет потери застревает надо развивать успеха и если мы не будем шла нет нас чуть получится кроме того попытались на второй день привлечь дивизии из 68 армия которая должна была развивать успех и начинается такое медленное но верное прогрызание обороны немецкой которая конечно шло темпом гораздо более медленным чем предполагалось изначально и конечно вот это более медленное продвижение она привела к тому что прибывающие по железной дороге немецкой резервы они начинают втягиваться в бой и мешаться то есть в район ельни по железной дороге приезжает 2 танковая дивизия и практически сразу на спасдеменском направлении именно вот удар должен был первым примерно на ельню так скажем наступление развивалась между спасдеменском и ельни и приехавшие туда по железной дороге которая к тому моменту работала таракада шедший нарославль смоленск и немцы имели возможность маневрировать между районом брянска хагеном и соответственно район смоленска в район ярцево двигается восемнадцатом таризованной дивизии одним словом прибывают немецкий резерв который меняются отношения сил и все расчеты которые строились на определенных разведданных принципе достаточно вменяемых с точки зрения того что там действительно есть все это начинает план буксовать единственным моментом который внушал определенный энтузиазм это был удар 31 армии гуздовского по злополучной 113 пехотной дивизии а там до которая ружье ружье внезапно стреляет и на самом деле там какая у кого была обстановка именно 31 почему вообще наносили вспомогательный удар они пытались выскочить на шоссе вязьма соответственно минск трассу которая шла от москвы до минска самое лучшее наша магистраль транспортная на тот момент самое новое не предполагалось выскочить на эту магистрали уже что называется дальше по ней пилить используя те резервы которые были обещаны то есть было обещано что там резервы ставки к вам мы подкинем чего-нибудь еще но не прямо пока да но потом но тем менее на потом надо было рассчитывать но надо сказать что армия гуздовского хорошо нормально проработала артейскую готовку все же сказывался опыт и боев предыдущего 42 года вот те самые лифты из 113 восстановленной как бы после сталинграда дивизии они банально плохо окопались и их удачно очень накрыла здесь оборона посыпалась и вообще говоря когда размышляешь о том что происходило в эти первые дни радиевский то очень толково в мысли сказал что надо было бить он вот чувствуется радиевский очень много размышлял о том как происходило сражение и он находил правильные ответы он знал где получал где не получалось именно ввиду того что он был уже человек в немалом звании и прекрасно понимал и мог очень много на самом деле я думаю что ему было банально доступно по служебному положению если он спокойно там в 70-е годы читал там говорится разве сотки группа армии центр и там разве сотки у кого каха он прекрасно все знал понимал и удар который бы немецкую оборону обвалила реально он был как раз на стыке западного коленец не калининского фронтов потому что глуздовский бил как раз на стыке с калининским и это был это было бы просто вот бингов примерно вдоль шоссе наносили да они мне не вдоль шоссе там шоссе там линия фронта такая причудливо изгибалась и они должны были ударить и сразу выскочить на шоссе то есть соответственно смять тех кто обороняется фронтом на север севернее шоссе к 100 и 113 п.д. захватить кусок шоссе взять ярцева и дальше нестись на смоленск и радиевский совершенно четко просчитал что надо было бить здесь на стыке двух фронтов не обеспечивая фланги потому в чем была банальная проблема таки множественных ударов они да они что-то могли сковать они заставляли что-то распылять но по факту когда два удара у него сколько раз два три 4 фланга когда вот так вот плечом к плечу фланга 2 соответственно расход ресурсов всех на взлом обороны когда идут плечом к плечу он меньше и вот это вот ударная ярцева даже при тех негативных факторов которые работали на немцев в конкретной обстановке августа 43 года когда танковой армии нет артиллерию дали но вот ее что называется ограниченное количество в любом случае по боеприпасам элементарным два с половиной быка но все можно было бы сработать и пробить и можно было что называется высказки к смоленску и дальше уже работать по смоленскому направлению конечно там обойти линию хаген под брянском задача амбициозно но фронт немцы можно было смотать просто ударом на стыке фронтов и смотать фронт до смоленска дальше что за что называется удар на брянск он бы сам на прошел сам по себе эти резервы которые были переброшены уже поэтому второй гвардейский танковый корпус дали там уже вполне можно было работать пару слов скажу еще про 10 армия 10 армия она атаковала оборону немецкую которая строилась 42 года и там сидела как раз таки дивизия 131 которая на фронте с начала войны никаких катастроф не пережил не переживала то есть она заключение понятное дело боев под под москвой который всех коснулись но тем менее там кадровый костяк он остался опытный офицерский состав и она конечно оказал упор на оборону опять же учитывая что что насчитали наши нет документальных данных найдется на русские ролики соответствующие дивизию поддерживали 3 210 дивизион штурмовых орудий насчитали около 20 машину вполне возможно столько и было и понятно что первый удар на 131 п.д. сдержала на хороших позициях с хорошей поддержкой за вода со штуками причем главным средством борьбы с штурмешутцем были как ни стран даже не свои танки даже просто артиллерия которая целенаправленно охотилась за штуками их накрывала то есть при имея там больше боеприпасов можно было вполне выбивать и выбивали действительно немецкие штурмовые орудия потом которые действовали на линии было соприкосновение и они все же действовали небольшими группами можно было отлавливать их благополучно отлавливали вот такое не вдохновляющее начало но о том как удалось вроде бы провальный дебют раскрутить освобождение смоленска мы постепенно расскажем и о том как пытались кавалерии сделать то что должна была делать 4 танковая армия заинтриговали алексей валерьевич заинтриговали да но на самом деле смоленской операции вот она своим очень своеобразная и в том числе и по ходу и опять же следующем у нас пойдет в наступление андрей иванович еременко напутствуемый товарищем стали нам незадолго до этого чуть позже перешел наступление и у него тоже были свои возможности как реализованные так и упущены но тут и же опять же можно сказать ретроспективно в общем сорок первом году примерно то же самое пытались сделать били через ельню резервным фронтом и через духовщину западным фронтом пытались биться в общем для немцев наверное даже с тех времен был не особо таким удивительным каким-то событием начертания но как бы чуть другое было хочу другое да и конечно вот это вот линия буфель она все же лучше я думаю была подготовлена чем оборона под смоленском потому что ее можно было когда длительнее длительного времени укреплять там веселые картинки в наших оперативных документах то вот эти все системы обороны достаточно серьезный опыт построения обороны опорных пунктов был уже накоплен можно сказать гигантский но тем не менее еще не все было потеряно еще не все предрешено я про то что что-то новизны какой-то не предложили скажем так вот так как вы говорите если бы грубо говоря встали вдоль шоссе ударили смежными флангами фронтов это же было бы новизна какая-то а тут получилось как бы действие на одном на другом да ну в общем выбирали какие-то направления которые казались может быть удобными по условиям местности то есть тоже может быть где-то чтобы враг не догадался чтобы определенная внезапность но вот эта внезапность она полностью реализована все же было надо мы еще видим что все-таки существует вот эти все рудименты красной армии там слабая очень разведывательная авиация ну что там один полк двухэскадрильный на целый фронт да ничего прям скажем да при том что на самом деле численность фронта было ни много ни мало под 800 тысяч на на плюс опять же вот как вы сказали вроде бы смотрим 1000 самолетов такое прям это вот это как 41 год 1000 танков из которых там 900 т26 грубо говоря ну вроде бы танков много они не представляют для противника там никакой реальной угрозы и то же самое вроде бы тут самолетов много из них там треть это по два которые могут работать только ночью ну и сами понимаете с каким общем-то результатом особо там кроме как беспокоящих каких-то действий она мало на что повлияет а противник хоть вроде бы самолет в три раза больше но из них там просто банально там штуки двухмоторные бомбардировщик которые несут там бомбы вплоть до два с половиной тонны короче попробуйте с ним повоють как говорится опять же фуки вульфа не до которые в общем были очень серьезным противником но тем не менее на стороне красной армии было численность 824 тысячи западный фронт соответственно калининский 428 тысячи понятно что нужна группа армии центр была немаленькая но вот конкрет 4 армия ну это опять же в расчете на соединение там 250 тысяч человек но точно так же там вот в калининском фронте например из 428 283 тысячи это составе армии и 162 тысячи в составе дивизии то есть на самом деле тот те кто непосредственно воюет они составляют меньшую часть точно же западный фронт на 724 всего составе армии 558 поставить дивизии 411 тысяч понятно что те кто непосредственно поднимает участие в бою это все же он меньшая часть очень много и артиллеристов и дала веков многочисленных то есть это все тоже было фактором но дожать еще можно было и я так скажу что смоленский фронт и смоленская ленская операция западный фронт преподнесет немцам еще немало сюрпризов один из сюрпризов это конечно просто едва ли не рекордное использование тяжелой артиллерии когда действительно за расход бы припасов западным фронтом в августе в расчете на выстрелы мл-20 станет абсолютным рекордом всего советско-гриманского фронта но это будет на следующем этапе операции об этом поговорим в следующий раз когда и когда удастся все же переломить не лучше дебют свою пользу об этом поговорим следующего спасибо огромное как всегда интересно ждем продолжения друзья спасибо вам огромное в первую очередь конечно тем кто поддерживает нас на платформе спонсор все наши ролики сейчас выходят благодаря вам до свидания до новых встреч всего доброго